Игорь Исулович Актер второго плана Он играл эпизодические персонажи в культовых советских фильмах Таких как «Бриллиантовая рука», «Гостя из будущего», «12 стульев», «Не может быть» Благодаря своему необычному голосу Исулович стал актером дубляжа, на счету которого более сотни картин Будущий народный артист России Игорь Николаевич Исулович родился в 1941 году в деревне Залесье Самарской области Известный тем, что до 1952 года она называлась Рейнсфельд и была немецким поселением колонии Но предки Исуловича по национальности были не немцами, а белорусами Родители Игоря Николаевича отношения к миру искусства не имели Отец был советским офицером и прошел войну Мама хранила домашний очаг После войны семья перебралась в Таллин, где Исулович отправился в школу В эти годы он увлекся театром и занимался в кружке Ивана Рассамахина Таллинского актера театра и уже в этом возрасте решил стать артистом Дети в семье отличались разными характерами и мечтами Мама хотела, чтобы Игорь взял пример из брата и поступил в политехнический институт А отец сразу же поддержал начинание сына После получения школьного аттестата Игорь Исулович отправился в Москву Но в ГИТИС, как юноша планировал, поступить не смог Зато прошел во ВГИК, где его зачислили на курс Михаила Рома Спустя 12 лет после окончания ВГИКа Игорь Николаевич продолжил образование у Рома Но на этот раз на режиссерском факультете Диплом о втором высшем образовании Исулович получил в 1974 году После получения первого диплома театрального вуза Игорь Исулович на протяжении двух лет служил актером экспериментального театра студии Пантомимы Эктомим Высокий рост артиста 185 см и угловатость фигуры помогали создавать эксцентричные образы А уже в 1964 году он перешел в столичный театр студию киноактера, где трудился 30 лет На этой сцене он сыграл десятки ролей Когда Игорю Исуловичу исполнилось 33 года, он получил диплом режиссера Попробовать себя в этом качестве он смог трижды Дебютной оказалась семейная мелодрама «Каждый мечтает о собаке» Спустя год, в 1976 году, зрители увидели новую мелодраму Исуловича «Пропал и нашелся» А в 1978 году на экраны вышел фильм для детей «Здравствуй, река» Но именно актерская, а не режиссерская профессия принесла Игорю Николаевичу популярность С 1994 года артист выступал на сцене Московского театра юного зрителя Где театралы оценили его мастерство в спектаклях «Черный монах», «Борис Годунов» и «Скрипка Ротшильда» Кинематографическая биография Игоря Исуловича началась картиной «Девять дней одного года» Снятой талантливым режиссером и наставником Михаилом Ромом в 1961 году Картина считается эталоном кино того времени Это была сложная интеллектуальная драма Игорю досталась маленькая роль Но даже это не помешало актеру показать талант во всей красе Молодому актеру польстило участие в фильме «Учителя» Он стал единственным из всей мастерской, кого Ром позвал к себе сниматься С тех пор Игорь Николаевич снимался непрерывно Фильмография актера насчитывает более 170 названий полуметражных картин и сериалов Чаще всего Исуловичу доставались роли второго плана Но даже эпизоды с его участием запоминались зрителям А фразы его персонажей становились афоризмами Тем не менее знаковой, принесшей оглушающий успех роли в карьере Исуловича не было Танцор Очкарик в приключениях Кроша Белый клоун в Айболите 66 Ролана Быкова Гражданин с собачкой в золотой комедии Бриллиантовая рука Леонида Гайдая Муж Элочки Людоедки Инженер Щукин в 12 стульях Который навсегда запомнился стране Шокирующим появлением голым В пене на лестничной клетке Эти и другие роли, которые не назовешь ключевыми Тем не менее отлично запомнились кинолюбителям страны Актер не был против экспериментов в кинокартинах, в которых участвовал Он снимался в различных жанрах В драмах, детективах и комедиях У актера было необычайное амплуа Правильный, скромный, маленький интеллигент С хитринкой и червоточинкой Наибольший успех поджидал Игоря Ясуловича в детском кино Актер сыграл Эну в сказке «Мио мой мио» Кощея Бессмертного в лиловом шаре И сотрудника космодрома Электрона Ивановича В фильме «Гости из будущего» У актера уникальный голос Который известные режиссеры использовали при озвучивании картин Богатым на оттенки теноральным тембром Ясулович говорил за кадром знаменитого фильма «Театр» Его голосом разговаривает Арамис В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» Герои драмы «Список Шиндлера» Фильмов «Блеф» Профессионалы «Пятый элемент» В 2000 году Игорь Ясулович стал лауреатом Государственной премии России В компании друзей актеров, когда Наталья еще была студенткой Наталья и Игорь быстро поженились И стали жить в доме бабушки, дедушки Егоровой Отношения между влюбленными складывались просто Не было никакого излишнего пафоса и вычурности Даже свадьбу они сыграли внезапно и просто Однажды утром взяли и съездили в ЗАГС А после устроили домашний праздник На который пришли только близкие друзья и родные Личная жизнь Игоря Ясуловича сложилась счастливо У него есть сын Алексей Ясулович Который пошел по стопам отца И тоже стал актером и режиссером Алексей много снимался еще в детстве И отец его всегда поддерживал Судя по юношеским фото сына Он оказался как две капли воды, похож на отца в молодости Сейчас Игорю Николаевичу Ясуловичу 78 лет Он ведет довольно активный образ жизни Играя на сцене и снимаясь в кино Также у Игоря Николаевича подрастают несколько внуков С которыми актер проводит все свое свободное время Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Впереди много интересного Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok